Принадлежность автора к прекрасной половине человечества явилась не единственным, но главным критерием отбора экспонатов для масштабной художественной выставки в Третьяковской галерее с символичным названием «Искусство женского рода». В экспозиции представлены наиболее выдающиеся произведения российских женщин-художниц с 15 века до наших дней. О выставке рассказывает наш обозреватель Ирина Кулик. Что будет лучшим комплиментом женскому искусству? Сказать, что оно ничем не хуже, чем мужское, или сказать, что оно ничем не похоже на мужское? Что важнее, отстаивать абсолютное равноправие мужчин и женщин или настаивать на уникальности женского опыта? Выставка искусства женского рода в Третьяковской галерее – масштабное исследование пятивековой истории женского творчества в России. Церковное золотое шитье 15 века, возвышенное и трудоемкое рукоделье, единственное творчество, дозволенное женщинам русского средневековья. Работа 19 века, вдумчивые полотны первых русских профессиональных художниц, часто жен и дочерей живописцев мужчин. И полотно знаменитой Марии Башкирцевой, одной из самых блистательных русских женщин. Насколько ощутимо отличным, альтернативным мужскому оказывается это искусство? Есть какие-то особенности в творчестве человека только потому, что это человек – женщина или мужчина. И феминистский бы сказал им «нет», потому что если ты так говоришь, ты уже имеешь в виду, что есть какая-то женственность, которая всегда видна. Впрочем, историческая часть экспозиции представляет не столько радикально инаковый женский взгляд на мир, сколько искусство самодостаточного и автономного женского мира. Художницы представлены почти исключительно женскими портретами и лирическими бытовыми сценами. Этакое творчество внутренних женских покоев дома, изолированных от большого мужского мира. И только знаменитые «Амазонки русского авангарда» представляют искусство, универсальное в силу своей абстрактности. Но уже работы раннего героического соцреализма опять представляют портреты стильных новых женщин новой эпохи, написанные такими же свободными и равноправными женщинами-художницами. Метафорическое искусство художниц Левого Монсха 70-х представляет новую ипостась советской женственности, несколько экзальтированной, уверенной в себе и слегка кокетливой. Искусство художниц последних лет представляет собой разнообразные рефлексии на тему женственности. Мы можем говорить о художницах, которые сознательно начинают анализировать, что в их творчестве, скажем, от женского и что в их творчестве от каких-то общественных ожиданий относительно женского. Нина Котел представляет инсталляцию «Моя мама тоже хотела быть сильной». Своеобразную археологию женской заботы о себе в советском мире. Татьяна Антошина делает фоторемейки классических полотен, в которых мужские и женские персонажи поменялись местами и одеждой. Ольга Флоренская создает уютные и одомашненные рукотворные механизмы. Художницы из фабрики найденных одежд представляют белые платья с узорами ранами, коллекцию призраков, ускользающей и страдающей женственности. Поскольку мы в нашем искусстве всегда стараемся говорить о том, что привожит нас, очевидно, это все-таки женские проблемы. Хотя я слыхала, что и у мужчин бывают точно такие же. Сами женщины-художницы относятся к своей гендерной идентичности вполне иронично. Что же касается кураторов выставки, возникает подозрение, что они невольно представили женское искусство, как искусство женственное, декоративно-красивое, лиричное и безобидное. Выставка начинается и заканчивается вечно женственным рукоделием – вышивкой. Сегодня гость в нашей студии – одна из участниц выставки искусства женского рода в Государственной Третьяковской галерее Татьяна Антошина. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Татьяна, обычно женщины, профессионально занимающиеся творчеством, предпочитают называть себя в мужском роде. Не поэтесса, а поэт, не писательница, а писатель. А кем вы себя считаете – художницей или художником? Конечно же, художницей. У нас есть мужской род, женский и средний род. И поскольку я, прежде всего, женщина, то я думаю, что правильно говорить в женском роде. Художница, если я была бы поэтессой или актрисой, то, естественно, была бы актрисой и поэтессой. Расскажите о созданном вами музее женщин. Такая идея пришла достаточно давно ко мне. Когда я училась в институте, изучая студию искусства, я обратила внимание на то, что очень много изображений обнаженного женского тела. И что касается мужских образов, то есть портреты. И, как правило, мужчины одеты. Или это плечевые портреты или поясные. Но значительно меньше изображений обнаженного мужского тела. Если не считать античности, эпохи Возрождения, начиная с нового времени, они почти отсутствуют. Я как бы мысленно назвала это музеем мужчины, потому что все сделано сообразным вкусом, желанием, настроением мужчины, их представлениях прекрасным. А женщины там являются таким пассивным объектом изображения. И я подумала, что надо было бы создать музей женщины, в котором она, женщина, являлась бы производителем смысла, а мужчина был бы объектом изображения. Естественно, не ущемляя никаким образом мужского достоинства. И вот так возникла эта идея создания музея женщины. По отношению к мужчинам я не испытываю никаких отрицательных эмоций совершенно. Но больше того, наоборот, я их очень люблю и считаю, что прекрасный пол – это мужчины. Я должна была сделать вот такой жест перемены ролей. Я взяла 12 произведений классической живописи, наиболее известных, где участвуют, например, обнаженные женщины и одетые мужчины. И поменяла их ролями. То есть там есть, например, завтрак на траве, где сидят известные художницы в одежде и обнаженные красивые молодые люди. Или там суд Париса, то же самое. Или вот юноша на шаре, там немножко другое. Там такой тонкий юноша стоит на шаре и сидит на клубе, как символ такой власти и силы, крепкая спортивная молодая девушка. Таня, какова по вашему роль женщины в современном искусстве и каковы наши дальнейшие перспективы? Не зря сейчас говорят о том, что 21 век наступает как век власти женщины. Потому что, мне думается, мужские приоритеты связаны с символами войны, борьбы. Если вы вспомните, чем отличаются мужчины. Вот все, что связано с охотой, рыбалкой, войной, борьбой, боксом, всяческими такими агрессивными видами деятельности, там, конечно же, преуспевают мужчины. Но дело в том, что наступает время, когда все эти занятия и категории становятся неактуальными. А на смену им приходят категории созидательные. И очень важным является создание целостной картины мира. В этом отношении женщина с ее мышлением более гибким и обладающим свойствами дипластии, она выходит на первый план. А каким, по-вашему, должен быть мужчина? Мужчина должен быть тонким, мужчина должен уметь слушать, мужчина должен быть гибким в мышлении. А он должен иметь, наверное, чувство юмора. Потому что я слишком много хочу, я сама уж не такая совершенная. В нашей студии художница Татьяна Антоша. Спасибо, что пришли к нам. Вам тоже спасибо. Спасибо.